Land of Good в переводе с английского это страна добра, земля блага. Как она создается и где она строится? Почему сегодня она так актуальна? Откуда приходят наши знания и вдохновения? В 2015 году я начала художественные исследования, целью которых было создание такой общественной структуры, которая бы привела каждого ее члена к благополучию и процветанию. То, что началось только с общественной структуры, закончилось созданием целого нового типа общества, новой реальности, которую я называю Land of Good. Первая задача заключалась в том, чтобы признать, что у всех разные представления о счастье и процветании. А вторая задача, несмотря на эту разность, суметь построить общество здоровых, богатых и радостных людей. И сегодня, пять лет спустя, Land of Good уже не просто теория, потому что здесь в Голландии и Бельгии уже 336 сообществ фактически реализуют экономическую структуру Land of Good, которая при новых обстоятельствах 2020 года является новой формулой успеха. Проверяя свою теорию на их опыте, я вижу, что экономика Land of Good работает на практике. И мне не терпится поделиться этой формулой с теми, кто хочет вырваться в пространство лучшей жизни, лучшей реальности, которую вы заслуживаете. Потому что сегодня многие из нас ищут новые решения наших многочисленных проблем. Нынешняя система, веками управляющая нашим миром, на сегодняшний день окончательно запуталась и застряла в своих собственных принципах разделения и ограничений по странам и национальностям, денежных и банковских систем, органов безопасности и глобализации, пропаганды и средств массовой информации. Это система контроля, которая срабатывает исключительно для 2% населения, которые владеют всеми ресурсами и богатствами мира. И это неудивительно, потому что иерархия, господство и контроль заложены в самой природе мужского начала, великого мужского начала. Было бы справедливо сказать, что мы живем в мире, всецело управляемом мужчинами, в так называемом патриархате. Все контролируется лидером мужчины. Но если есть великое мужское, то должно быть и великое женское начало. Потому что мы – существа двойственной природы, мы видим реальность исключительно через призму дуальности. Следовательно, в основе Land of Good должен лежать принцип дуальности, а не принцип мужского начала. Принцип золотой середины между мужским и женским началом, то есть гармония. Женское начало по определению не относится только к женскому полу. Конечно, в силу биологических и социальных причин женщины более склонны к женскому. Но поскольку мы двойственные существа, у всех есть мужская и женская энергия. На протяжении тысячелетий мужское начало очень хорошо презентирует себя во все времена и у всех народов. Мы можем легко идентифицировать его как реализацию внешних физических и умственных способностей, которые служат пониманию и исследованию материального мира посредством индивидуальных усилий. Что касается определения великого женского, то мы сталкиваемся с довольно размытым, искаженным понятием женского начала. Но если нашим главным принципом является дуальность и если мы стремимся к созданию общественной структуры, которая будет обогащать каждого и каждую, то решение кризиса определения женского начала становится самым необходимым. Ведь без правильного понимания великого женского мы никогда не сможем выстроить баланс между женским и мужским началом, на который мы рассчитываем как на прочный фундамент Land of Good. После пяти лет поисков значения второй половины, я наконец готова к ее определению. Великое женское начало – это реализация системы внутреннего руководства до полного ее потенциала и в полном осознании коллективного вселенского единства. Если мы используем этот список для того, чтобы идентифицировать женское начало, мы сможем вывести следующие характеристики, которые, в свою очередь, приведут нас к проявлениям его реальности, построенной на балансе между женским и мужским. Как вы видите, речь идет о нематериальном, а бесконечном, невидимом разуме Вселенной. Это то, что мы чувствуем, а не то, что мы думаем или делаем. Можем ли мы это как-то применить на практике? Да, можем. Еще и как. Оказывается, Великое Женское обладает потенциалом, который ведет к открытиям новых технологий и к источникам свободной природной энергии, которые будут полезны для всех нас и для планеты. Я знаю, что для некоторых из нас это может показаться нереальным, но если Вселенная послала вам это видео, у нее есть планы на вас. Готовьтесь быть готовыми. Мы еще вернемся к этой нематериальной магической части великого женского начала. А сейчас, будучи продуктом материальной эпохи, вполне закономерно, что мы хотим в первую очередь позаботиться о своем материальном состоянии, потому что многие из нас обеспокоены своим финансовым положением. Поэтому я очень рада, что могу предложить вам конкретную, реальную, проверенную опытом экономику Land of Good, которую я с удовольствием поделюсь с вами в следующем видео. Благодарю каждого из вас.